Выглядело это все чрезвычайно театрально. Я никогда не поверю, что предварительно цифры не согласовывались, не обсуждались и не показывались Хабирову и прочим участникам процесса. Поразмыслив логически, Ипарова нельзя было оставлять сразу на месте министра. А сейчас, конечно же, его нельзя оставлять на месте первого зама. Потом он всплывает вместе с Мурзаголовым на курортах Кавказа. Вообще эта история с курортами Кавказа, она достойна отдельного освещения, отдельной передачи. Мало кто знает, что там происходило, но происходило там очень много интересных и ужасных вещей. Это вообще грандиозно, конечно, капец. 50 тысяч подъездов примерно в Башкирии. Из них 26 тысяч нуждаются в существенном ремонте или в срочном ремонте. Полемика, наверное, это будет вечной, но в конкретном данном случае я считаю, что, наверное, это правильное решение, потому что то, как работал Башкиров Тадор до сих пор, обычная, как у нас водится, администрация ничего не говорила до тех пор, пока народ не собрался под окнами вечером и не начал кричать всякие обидные слова в адрес власти. Меня поражает в этой истории настойчивость. То есть вот что это? Это своих не бросаем? Ну какая Шафикова своя там Хабирова? Как Ради Фаридович будет являть нам вот эти быстрые существенные успехи в последующем, до конца непонятно, потому что достроенных домов больше не останется. Вот на прошедшей неделе, конечно, в этом смысле произошел достаточно существенный прокол в том смысле, что Хабиров принял подряд два решения, которые настолько контрастируют друг с другом, что вообще-то положено было бы разводить их по времени. Но важнее понимать вот что. Не то, что наезд это или не наезд на Тажигинова, а то, с какой радостью, с каким злорадством. Он нес абсолютную ересь с точки зрения юридической. И, я еще раз повторю, зная его как профессионала, он такого себе, конечно, позволить не мог. Несмотря на то, что на прошедшей неделе произошло большое количество существенных событий в жизни республики, Традиционно мы начнем с обзора еженедельного оперативного совещания в правительстве с участием Хабирова. Не могу не отметить, что это совещание становится все более скучным и малозначимым. Все меньше существенных вопросов обсуждается на этих совещаниях публично, и накал страстей снижается от раза к разу. На прошедшей неделе на этом совещании был единственный существенный вопрос. Это переход на новую систему обращения твердокоммунальных отходов, которая надвигается на Россию в целом и на Башкирию в частности. Хабиров заслушал доклад нового министра жилищно-коммунального хозяйства господина Киреева. Во первых строках своего доклада господин Киреев доложил о том, что новая стоимость вывоза твердокоммунальных отходов для граждан будет складываться из двух компонентов. Это тариф плюс норматив накопления мусора. Для города это будет 2,6 кубометра мусора в год на человека. Для сельской местности это будет 3,7 кубометра мусора в год на человека. И стоимость вывоза в месяц мусора на каждого человека в Башкирии будет следующей. Для жителей городов это будет 135 рублей в месяц. Для жителей сельской местности 185 рублей в месяц. Хабиров практически сразу же взорвался, реагируя на эти цифры. Хабиров заявил, что эти цифры я не принимаю, жители не вытянут эти цифры, это невозможно, это ужасно, и далее обсуждение этой истории считаю бессмысленным. Отложили на неделю следующее обсуждение этого вопроса, и якобы Киреев должен прийти с новыми расчетами. Вообще, конечно, выглядело это все чрезвычайно театрально. Я никогда не поверю, что предварительно цифры не согласовывались, не обсуждались и не показывались Хабирову и прочим участникам процесса. Доподлинно известно, что тарифы, расчеты уже утверждены Министерством жилищно-коммунального хозяйства. То есть стоимость тонны, соответственно, стоимость этого норматива накопления, а соответственно и стоимость ежемесячной для граждан, эта цифра уже давно известна и просчитана. Стоило задуматься бы, наверное, о том, зачем вообще был вот этот вот спектакль, прямо скажем, плохо подготовленный. Я не могу сказать, что игра актеров была достоверной и убедительной. Хотелось все время в стиле Станиславского воскликнуть «не верю» и отыграть эту сцену обратно, но ладно. Я думаю, что есть какая-то достаточно примитивная и, в общем-то, достаточно постыдная инсценировка того, как сначала назначены якобы очень высокие тарифы, а потом они по воле руководителя республики и во благо жителей будут снижены рублей так на 10-20. Я думаю, что уже согласована цифра, и она звучала, это 108 рублей для города и несколько больше для села. Ситуация такая, прямо скажем, смешная на самом деле, потому что нельзя вот так вот уж совсем за дураков держать и разыгрывать вот такие сценарии перед камерой. Ах, я не приму этих цифр, срочно идите пересчитайте, вот вам неделя. А вы представляете себе, какой объем работы по расчетам, по согласованию, пересчету таких цифр? Это, конечно, нереально сделать за неделю, но да ладно. Больше существенных вопросов на совещании не обсуждалось, но пробежаемся по несущественным. Речь шла о росте задолженности по зарплате в республике. Этот рост действительно существенный. От 2016 года рост задолженности по зарплате вырос в три раза. На конец 2018 года это свыше 600 миллионов. На конец 2016 года это было меньше 300 миллионов, 200 с чем-то. Госпожа Острелина, это гострудинспекция, сделала достаточно внятный доклад, очень четко все разложила. Отмечу, что она по ходу дела выявила то, что Башстат злостным образом занижает статистику задолженности по зарплатам, причем занижает в 20 раз. Хабиров так реагировал, возмутился, сказал, как же так. Я бы на его месте вообще всерьез бы задумался, а какого черта мы платим столько денег вот этому Башстату, чтобы он нам в 20 раз занижал статистику. Ее традиционно было поручено заниматься этим вопросом Баширову. Почему традиционно? Потому что все вопросы, касающиеся экономики, бизнеса, инвестиций, как правило, на этих совещаниях перепадают Ренату Баширову, имеется в виду поручение курировать. Еще обсуждался вопрос взыскания с граждан налога дохода физических лиц. Дело в том, что этот налог поступает в бюджет республики. Доклад был, естественно, от налоговика. Цифра действительно очень печальная. В среднем по Башкирии взаимаемость налогов с граждан всего 57%. Это значит, что 43% граждан налоги государству не платят. Это чудовищно огромная цифра. 43% населения не платят налоги на транспорт, земельный налог, имущественный налог и так далее. В Уфе этот процент еще ниже. 52,8% всего граждан, проживающих в Уфе, платят эти имущественные налоги и налоги с физических лиц. Долг граждан перед республикой 4 миллиарда рублей. Большой, существенный долг. Это порядка 2% даже с лишним от бюджета республики. В общем, конечно, ситуация в этой области очень плохая. Как собирать налоги, они не очень понимают, учитывая, что 14% объектов недвижимости в Башкирии не числится в Федеральной информационной адресной системе, так называемом ФИАСе. В общем, конечно, это чисто в виде наследия Хамитова, конечно. А то, что налоговики не смогли за 8 лет поставить на учет недвижимости, взиматься с этой недвижимостью налоги, ну, в общем, каким-то образом будут пытаться. С другой стороны, есть некий задел, некий запаска вот этих 4 миллиарда, можно еще потрясти население и немножко выжить из них соки. Дальше уже совсем несущественные вопросы обсуждались, а именно, там, готовность к Новому году, кто где сколько елок поставил. Почему-то этот вопрос елок очень сильно беспокоит Хабирова. Хабиров считает, что если елочку народу поставишь, народ и будет как дурак радоваться и забудет о всех проблемах. Но на самом деле это, конечно, к сожалению, не так. Единственным существенным отличием оперативного совещания в правительстве на прошедшей неделе было то, что на этом совещании ни разу не называлась фамилия Мурзагуловы. Мурзагулов не получил ни одного поручения от Хабирова, несмотря на то, что налоговики три раза попросили Хабирова организовать им некий телепроект по популяризации выплаты налогов населением. Хабиров просто молча проигнорировал трижды эту просьбу, то есть просто никак не среагировал и не обернулся в сторону Мурзагулова. Мурзагулов в этот раз был максимально незаметен, даже как-то немножко прятался за своих соседей от камеры, откидываясь назад и как-то так пригибаясь. В общем, был тише воды ниже травы. И еще я обратил внимание на одну интересную особенность. Сзади, замуж за голову, на приставном стульчике сидел Борис Николаевич Мелкоедов. Он на каждом совещании там сидит. На минуточку он руководитель комитета по СМИ в Республике Башкортостан. Вообще-то он главный в этой системе формально. Он является распределителем государственных бюджетных средств и так далее. Но при этом он сидит в качестве почти секретаря, а сзади Мурзагулова. Бедный Борис Николаевич, конечно, понимает, что ему досталось серьезное испытание. Потому что именно он на 100% отвечает за все деньги, которые сейчас дербанятся вокруг всей этой темы. Именно он отвечает за правильность их расходования. Именно за ним пристальные следят сейчас и спецслужбы, и всевозможные контролирующие органы. Но я надеюсь, что опыт Бориса Николаевича в этой сфере так велик, что он сумеет и в этот раз выкрутиться и выйти сухим из воды. Несмотря на все проделки Мурзагулова, которые были, есть и будут вокруг этой истории. В том числе вокруг денег Башинформа и всей этой системы СМИ в Республике Башкортостан. Но наблюдать за Борисом Николаевичем Мелкоедовым, сидящим на приставном стульчике позади Мурзагулова, конечно, было довольно печально. На прошедшей неделе произошли существенные перестановки в правительстве. Действительно существенные. И, конечно же, начать надо с ухода министра здравоохранения Епарова, который пробыл на этом посту меньше двух месяцев. Епаров недалеко ушел, на самом деле, остался первым замом министра. В связи с чем произошла отставка Епарова, я не буду утверждать на 100%, но, судя по всему, Хабиров вовремя понял, что господин Епаров не в состоянии оправдать его надежд на то, что будут происходить кардинальные изменения в ведомстве после ухода господина Бакирова. Но это и неудивительно. Вообще, поразмыслив логически, Епарова нельзя было оставлять сразу на месте министра. А сейчас, конечно же, его нельзя оставлять на месте первого зама, потому что он прямой наследник Бакирова, и все те процессы, которые были запущены Бакировым, я имею в виду коррупционные сделки по приобретению всевозможной техники, медикаментов и прочих вещей, конечно же, Епаров продолжал, где-то вынужденно, а где-то, будучи просто лично заинтересованным в этих всех вещах. Тем более, что у Епарова был уже сложившийся механизм реализации всех этих вот безобразий. Я имею в виду госпожу Носко, которая верой и правдой служила ему еще, начиная со спидцентра, и дальше, значит, взяв под контроль вот это государственное коммерческое учреждение, которое занимается всеми закупками в рамках Минздрава. Первый шаг к очищению был сделан, когда убрали Бакирова, я имею в виду очищение Минздрава. Второй сейчас шажок сделан, это убрали Епарова, но недалеко. Вообще, вот эта манера не увольнять совсем прострафившихся министров, конечно, очень пагубная манера. Вспомним господина Туманина, который так и трется внутри Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Теперь Епаров будет первым замом. В общем, конечно, это точно не меняет кардинальную ситуацию, но будем надеяться на лучшее. Кроме того, на прошлой неделе в РИО министр финансов стала Лира Иктисамова. Назначение это может быть и непонятно для широкого круга общественности, но от себя я скажу, что Лира Иктисамова – это действительно мощный профессионал, который справится на своем посту, учитывая функции Минфина теперь как исключительно распределительного органа без права обсуждения целесообразности расходов. Я думаю, что она очень хорошо и четко справится на своем посту с поставленными перед ней задачами. И последнее назначение на этой неделе – это господин Разумикин, который занял позицию руководителя комитета по информатизации Республики Башкортостан. Это, конечно, самое скандальное назначение на прошедшей неделе. Абсолютно непонятно, кто такой господин Разумикин, и я имею в виду широкую общественность, и никто не знает, откуда он взялся и зачем он у нас появился. Но зато это очень хорошо известно господину Мурзагулову. Это его непосредственный компаньон, друг, товарищ, сотрудник. И дальше можно перечислять до бесконечности, начиная с дохамитовских времен, когда господин Разумикин здесь диджействовал в Уфе. Вообще он такой на все руки мастер в прямом и переносном смысле. А потом он всплывает вместе с Мурзагуловым на курортах Кавказа. Вообще эта история с курортами Кавказа, она достойна отдельного освещения, отдельной передачи. Мало кто знает, что там происходило. Но происходило там очень много интересных и ужасных вещей, в том числе с участием первых лиц. Мы обязательно эту тему поднимем, это будет очень интересно нашим зрителям. Так вот, господин Разумикин внезапно всплывает в Башкирии снова, хотя уже давно здесь его не было, и занимает вот такую позицию руководителя комитета по информатизации. Кроме того, что через этот комитет проходят огромные деньги на непонятно что, имеется в виду какие-то абстрактные исследования, всевозможные модификации информационных систем. Вы сами понимаете, что вот именно при таких формулировках похищаются основные денежные средства в этой сфере. Сказать про этот комитет больше нечего. Особой информатизации мы не увидим и не видели до этого. Кроме того, что там связь в кабинетах чиновников работает более-менее стабильно. В общем, конечно, это прямая креатура Мурзагулова, который все больше и больше захватывает существенные позиции в бюрократической системе республики. На прошедшей неделе Радий Хабиров объявил программу ремонта подъездов. Вообще, конечно, это как снег на голову. Он сообщил нам, что в Башкирии отремонтируют все подъезды. Это вообще грандиозно, конечно, капец. 50 тысяч подъездов примерно в Башкирии. Из них 26 тысяч нуждаются в существенном ремонте или в срочном ремонте. Не было никаких комментариев со стороны Хабирова на тему того, откуда будут взяты деньги, на какие средства, как они будут собираться, из каких статей браться бюджета. Вообще, конечно, я оцениваю подобную инициативу, как стопроцентный популизм очень опасный для его имиджа. Потому что 134, или сколько там положено говорить, 143 процента я даю на то, что эта программа не увенчается успехом. И вот почему. Возможно, из 50 тысяч подъездов отремонтируют 40 или 45, а может быть 35, а может быть даже целых 49 тысяч, но 1, 2, 10, 100 не отремонтированных подъездов по резонансу, по тому, насколько это будет обсуждаться, перевесят все вот эти успехи. С точки зрения пиара технологически это, конечно, сверхсерьезная ошибка предложить вот подобную программу в подобном виде. Не шла речь ни о какой выборочности, не шла речь ни о какой комиссионности принятия решения по ремонту подъезда. Просто все подъезды будут отремонтированы. Вот это гигантская ошибка. И здесь, конечно, Хабирову предстоит долго и нудно отвечать потом за вот эти слова. Но, как говорится, с кем не бывает. Хабиров анонсировал приватизацию Башкира-Автодора. Вообще, конечно, относиться к такой истории можно по-разному. Причем диаметрально по-разному. Можно говорить о том, что да, приватизация государственной собственности – это хорошо, что частный собственник всегда более эффективен, что государство сбрасывает со своих плеч заботу, в том числе и финансовую, о крупном предприятии и так далее, и так далее. С другой точки зрения можно говорить о том, что государство теряет контроль и прибыль от каких-то существенных крупных предприятий. Полемика, наверное, это будет вечной. Но в конкретном данном случае я считаю, что, наверное, это правильное решение. Потому что то, как работал Башкиров-Автодор до сих пор, понимая, что это сверхприбыльное предприятие, которое совершенно не приносит прибыль государству, а приносит деньги в карманы вот этих вот вороватых чиновников типа Ильяса Мунирова и прочих товарищей, да и, собственно, самого Хамитова, который наживался на этой всей истории, наверное, неправильно. Пускай эти деньги легально и налогооблагаемо поступают там в карманы каких-нибудь крупных акционеров, а там дальше будет видно, лишь бы дороги строили. Кроме всего прочего, надо отметить, что было бы важно понять, в чьи руки уйдет вот этот пакет в 49% Башкиров-Автодора, который повелел приватизировать господин Хабиров. И важно вот почему. Потому что уже в республике начинают кристаллизоваться некие группы интересантов в отношении Башкиров-Автодора. Я знаю о том, что господин Гатаулин, бывший коммунист, бывший депутат и нынешний миллиардер из Майами, совместно с тем самым Ильясом Мунировым очень внимательно присматриваются к этому активу и собираются его изъять. А учитывая, что господин Муниров известный мастер по фальсификации строительства дорог в Башкирии, то это очень опасная, на самом деле, попытка приобрести этот актив. И надо следить за тем, чтобы этот актив не попал в недобросовестные руки. На прошедшей неделе у нас произошло одно экологическое событие. Я имею в виду смог в Сибае, который вызвал даже некие беспорядки в городе. Город накрыло неким серным газом. Трудно говорить доподлинно о его составе. Но известно, что на Сибайском карьере произошло возгорание каких-то пород в отвалах. И, видимо, ввиду сложившихся обстоятельств атмосферных, я имею в виду направления ветра, давления и прочие вещи, этот смог осел в городе. Люди чихали, кашляли, дети болели. В общем, было нехорошо и неприятно. Но самое главное, как себя повела администрация. Администрация традиционно повела себя никак. Вот я уже миллион раз говорил, что если бы оперативно давались комментарии о обстоятельствах случившегося, не важно, что это ураган, дым, дождь, потоп и так далее, то тогда бы 50% проблемы было бы снято. Ну, как обычно и как у нас водится, администрация ничего не говорила до тех пор, пока народ не собрался под окнами вечером и не начал кричать, значит, всякие обидные слова в адрес власти. После этого администрация быстро зашевелилась, значит, из Уфы прилетел волшебный пендель. Тут же составили комиссию, тут же пару-тройку депутатов в госсобрание выехал. В общем, смог рассеялся над Сибаем. Но на будущее, конечно, выводы нужно сделать. Вот это бессовестное отношение к населению в плане его информирования надо прекращать. Продолжается история с экс-министром образования госпожой Шафиковой. Всего прошедшую неделю обсуждался вопрос ее назначения в Институт развития образования, и в конце недели это назначение случилось. Несмотря на активный прямой протест сотрудников этого института, госпожа Шафикова стала ректором Института развития образования. В общем, конечно, это какой-то уже фарс, потому что в Институт явился новый министр, вот этот юноша бледный со взором горящим, представил министра, сообщил, что никого не волнует в руководстве мнения Института, что все люди, которые работают в Институте, это винтики, которые можно либо смазать, обращая внимание на терминологию, либо заменить. После этого выступила госпожа Шафикова, которая сказала, что ей ровно так же безразлично мнение коллектива Института, хотят ли они с ней работать и нравится им это или не нравится. Госпожа Шафикова использовала простонародные выражения, всяческие там «мне без разницы, да мне на все равно». Потом она перепутала слово «сленг» и «слоган». В общем, конечно, женщина поразительной безграмотности, но просто уже которую 10 раз она подтвердила, ее все равно ставят в ключевое ведомственное учреждение, которое занимается именно развитием образования. Меня поражает в этой истории настойчивость. То есть вот что это? Это своих не бросаем? Ну какая Шафикова своя там Хабирову? Никакая. Это что? Это ее позиция, ее требования, ее какой-то ультиматум? Ну она категорически вообще не нужна башкирскому образованию. Она сама безграмотная. О каких ее ценностях, о каких ее достоинствах может идти речь, когда человек вот кругом и везде уже доказал, что он абсолютно не нужен этой сфере? В общем, конечно, это фарс, абсурд и позор на самом деле, то, что случилось с этой Шафиковой. И это очередной раз вот всех нас макнули в какое-то отхожее место этой власти и показали, что они могут делать с нами и, как говорится, с любыми людьми в этой республике все, что угодно. На прошедшей неделе в правительстве республики прошел традиционный стройчас. В отличие от предыдущих совещаний у этого формата, на этом совещании было как бы нечто существенное, а именно было заявлено Хабировым, что в этом году до 25 декабря будут сданы три дома проблемного строительства, долевого строительства. Один дом, седьмой дом в жилом комплексе Серебряный ручей и два дома в Новобулгаково. Характерно и важно то, что была названа конкретная дата 25 декабря. То есть до 25 декабря. Застройщик вот конкретно по седьмому дому Серебряного ручья должен до конца уже утрясти все проблемы, которые уже практически не проблемы там с этой нашей госстроинспекцией. там решены все вопросы с подключением. И даже, насколько я знаю, решен вопрос с задолженностью перед ресурсами с бытовыми компаниями за эти все подключения и прочие вещи. То есть препятствий для того, чтобы заселить седьмой дом к Новому году нет. Будем держать пальцы крестиками, ждать вот этого 25 декабря. И давайте порадуемся все вместе за тех, кто заедет в этот седьмой дом. И также в Новобулгаково, мы там были летом, эти дома я увидел, они действительно готовы. Там был вопрос только с подключением к сетям, которые тоже там есть. И вообще непонятно было, почему дома эти не сдаются. Там были какие-то документальные проблемы. Что это такое? Это на самом деле те самые быстрые и существенные успехи, которых требуют хабиров. Вот они явлены миру. Три уже готовых дома торжественно будут сдаваться. Я бы сказал, даже три и так готовых дома. Дальше будет сложнее. Как Радий Фаридович будет являть нам вот эти быстрые и существенные успехи в последующем, до конца непонятно. Потому что достроенных домов больше не останется. По второму разу одни и те же дома сдавать, наверное, еще рановато. А новые дома никто достраивать пока особенно не стремится. Но посмотрим. Тем не менее, вот на этой неделе было объявлено о трех домах долевого строительства, которые будут сданы до 25 декабря. Я не знаю, обращается ли господин Хабиров непосредственно за советами к политтехнологам, имиджмейкерам, за советами такого плана, как можно сочетать определенные события, в какой последовательности и в каком тайминге. Но на прошедшей неделе, конечно, в этом смысле произошел достаточно существенный прокол. В том смысле, что Хабиров принял подряд два решения, которые настолько контрастируют друг с другом, что вообще-то положено было бы разводить их по времени максимально на большое расстояние. Однако подряд Хабиров принимает решение о увеличении лимита стоимости автомобилей для чиновников, то есть чиновники теперь могут покупать более дорогие автомобили. И одновременно с этим Хабиров снижает минимальный прожиточный уровень в республике Башкортостан, полагая, что теперь пенсионер в республике может прожить на 7283 рубля, что на 72 рубля меньше, чем в прошлом году. Очень нехорошее соседство решений. Я бы обратил внимание технологов, которые работают, если они вообще существуют с Хабировым, на то, что первые лица не должны такие решения принимать подряд в один день или даже в последующие дни. Это ужасно плохо сказывается на их имидже. И дело здесь вовсе не в том, что Хабиров разрешил покупать дорогие автомобили чиновникам. Мы понимаем прекрасно, что цены сильно выросли, что та же самая вожделенная Toyota Camry уже стоит там свыше полутора миллионов, а иногда в некоторых комплектациях подбирается и под два. Это естественный процесс. И, конечно, застарелые нормативы перестают работать там и, ну, в конце концов, чиновники попадают в какую-то ситуацию ступора, когда они вообще не могут никакую машину купить. А машины надо покупать, автопарк обновлять, они ездят много, это понятно. Я говорю именно о соседстве решений. Я говорю о том, что это недопустимо с технологической точки зрения одновременно выпускать два вот таких решения. Значит, чиновникам разрешаем покупать богатые машины, а пенсионерам на 73 рубля снижаем. И без того низкие прожиточные минимумы. Вот на этом я обращаю внимание пиарщиков и технологов Хабирова. Как ни странно, мы возобновляем рубрику «Аресты недели». Не прошло и два месяца с момента ухода Рустема Хамитова, при котором аресты шли один за другим, и уже как бы там полмэрии было арестовано и прочее, прочее, как аресты возобновились. Не далее, как вчера в Белорецком районе был арестован начальник территориального отдела Белорецкого лесничества, некий Олег Маладжанов, никому не известный в Уфе, но широко известный в Белорецке. Как выясняется, это непосредственная креатура Илшата Тажидинова. Пресса тут же начала живо обсуждать обстоятельства этого ареста, как этот несчастный господин Маладжанов свалился в обморок во время ареста, не понимая, что с ним происходит, и не понимая, что с ним будет происходить дальше. Тут же появились комментарии о том, что наезд на команду Тажидинова, фотографии, где брат Тажидинова в обнимку с этим несчастным Маладжановым и его папой, депутатом Сибайского совета и так далее, и так далее. Конечно, очень заманчиво, но важнее понимать вот что. Не то, что наезд это или не наезд на Тажидинова, а то, с какой радостью, с каким злорадством и с каким восторгом это было воспринято широкими кругами, скажем, такой информационной общественности в Башкирии, это говорит о том, насколько Тажидинов надоел уже всем, насколько пора от него избавляться, насколько он токсичен для правительства Хабирова. Меня вообще удивляло то, что с Тажидиновым не решили вопрос сразу же по приходу Хабирова, потому что, рассуждая логически, он, конечно, опасен для Хабирова. В том смысле, во-первых, что он еще много что может успеть сделать, находясь на ключевой позиции в правительстве, я имею в виду негативного. Ну и его бэкграунд, как только он начнет вплотную ассоциироваться с Хабировым, конечно, ничего хорошего для имиджа Хабирова этот бэкграунд не принесет. Ну посмотрим, как будут развиваться события, посмотрим, действительно ли это наезд на команду Тажидинова, а она в Завурале огромная, начиная с глав районов и заканчивая последними лесниками. В общем, будем посмотреть. На прошедшей неделе возобновили слушания в суде по делу Филиппова. Я напомню, что идет речь пока только о хищении средств в сфере расселения ветхого жилья в этом несчастном миллиарде. Но на прошлой неделе произошли существенные события, необычные события, чиновники мэрии и чиновники правительства внезапно отказались от претензий к Александру Филиппову. Они заявили, что ущерб был возмещен, причем возмещен за счет застройщиков, которые вернули деньги, претензий у них нет и так далее, и так далее. Меня поразила вот эта история о том, что во главе выступающих находился от имени правительства господин Лихачев, я его знаю как человека очень профессионального, как настоящего серьезного крупного юриста и человек, который то, как он говорил на суде, Лихачев так говорить не умеет на самом деле. То есть это либо сурово отрепетированная роль, либо ему просто было сказано, так сказать, что он нес абсолютную ересь с точки зрения юридической. И еще раз повторю, зная его как профессионала, он такого себе, конечно, позволить не мог. Почему это происходит, я не понимаю. Кроме того, я точно знаю, что все, что было заявлено чиновниками мэрии и правительства в суде, это неправда, потому что денежные средства фактически возвращены не были застройщиками. Там было заключено огромное количество всяких там согласоглашений, дополнительных соглашений, рассрочек и так далее. Вернули деньги бюджетные, бюджета УФИ, вот эти 500 с лишним миллионов. То есть ущерб на самом деле городу был нанесен вот этими действиями Филиппова. Ну, в общем, очень настораживает эта позиция. Несмотря на то, что УФА и правительство отказались от претензий, федеральный центр не отказался от претензий, а это еще 500 миллионов рублей, которые все-таки вменяются господину Филиппову вину. Ну, еще не будем забывать, что за Филипповым теперь уже по следу идет дело о взятке в 10 миллионов рублей, которые были получены господином Горбуновым, экс-зампрокурора Республики Башкортостан, который нынче у нас опять гостит в Уфе. Правда, уже теперь в наручниках. Так что я очень рассчитываю на то, что господин Филиппов все-таки не уйдет от возмездия Фемиды, потому что, ну, это было бы тогда совсем за пределами добра и зла, на самом деле, если бы вот это ему удалось. Я хочу проанонсировать одну тему и попросить помощи наших зрителей, возможно, кто-нибудь что-нибудь знает. Мне тут из нескольких источников стало известно о ситуации, которая складывается вокруг предприятия «Пышка», а именно вокруг попытки ее то ли захвата, то ли перехвата, я не знаю, со стороны господина Плиева. Вот сейчас мы наводим справки, выясняем, общаемся с менеджментом компании и прочими фигурантами этих всех событий. Если кто-то что-то знает об этой ситуации, о господине Плиеве, о «Пышке» вот в последнее время, будем рады, если вы нам напишите на почту ваши мысли, соображения, информацию, мы обещаем сохранить в тайне их источники. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!